Научные опыты понятны даже детям. Для первоуральских школьников устроили необычный праздник в преддверии Дня Знаний. В гости к детям сотрудников теплоснабжающей компании приехал профессор химии. Хочу сказать, что вы учились очень хорошо и даже очень-очень хорошо, потому что без знаний сейчас никуда. А мы, я повторюсь, ваши дедушки, бабушки, подготовим город к зиме, школы ваших к зиме. Что может быть лучше ко Дню Знаний, чем настоящие химические опыты? Жидкий азот все бурлит, пенится и взрывается. Или шипит, как эта нано-газировка. Соединяем! Широко открываем ротики! Если жидкий азот соединить с кипятком, получится взрыв. А добавить туда еще жидкое мыло будет гора из пены. Но больше всего взрослые и дети в восторге от кукурузных палочек, вымоченных в азоте. Жойте, носом вытыхайте! Вот это да! Носом вытыхайте! Носом! Такие праздники – добрая традиция. Ежегодно так Свердловская теплоснабжающая компания провожает детей сотрудников в школу. Помимо Дня Знаний вместе отмечают Новый год, а также организуют для детей поездки в музеи, театры и кино. Наша компания уделяет большое внимание воспитанию. Значит, праздники у нас для детишек довольно часто и на Новый год. И, значит, в каникулы организуются определенные праздники. Сейчас праздник посвящен Дню Знания 1 сентября. Потому что для детей это такой… Я сам помню, как я его ждал. Детвора впервые видят, как буквально за одну минуту в жидком азоте замораживают фрукты. В ту же емкость отправляется букет цветов, а потом его разбивают. Больше всего мне понравилось разбивать розы. Когда разбиваешь, сперва страшно было разбивать. Думаю, прилетит, но не прилетело. Нужны ли такие опыты, где они показывают? Зачем? Нужны. Чтобы дети узнавали про эти опыты. Может, они, когда вырастут, тоже будут проводить. Кроме красочного и познавательного шоу, сегодня дарят подарки, необходимые школьные принадлежности и воздушные шары. Татьяна Уварова, Евгений Шилов, Служба народных новостей.